Быстрый и вкусный салат на каждый день из простых ингредиентов, который готовится буквально 5 минут. Основа этого простого и вкусного салата пекинская капуста. Нарезаем капусту достаточно мелко. Понадобится примерно грамм 300-350. Высыпаем нарезанную капусту в салатник. Теперь нарежем немного свежей зелени. Можно использовать любую на ваш вкус. У меня укроп и зеленый лук. Можно добавить или заменить на петрушку, кинзу или рукколу. Смотря что вы больше всего любите. Высыпаем нарезанную зелень в салатник. Теперь нарежем заранее отваренные вкрутую куриные яйца. Будет достаточно 3 штучки. Нарезаем на небольшие кубики. И тоже высыпаем в салатник. Заправляем салат сметаной или йогуртом. Добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Вот и все. Салат готов. Свежий, сочный, со вкусом и ароматом свежей зелени. И при этом достаточно легкий салат. Отлично подойдет для ужина или просто на семейный обед. Всем приятного аппетита, отличного настроения. И жду ваши отзывы в комментариях. Приготовим сочный яркий салат с любимыми ингредиентами. А начнем с крабовых палочек. Нам понадобится примерно 200 грамм. Нарезать можно как угодно. Но для этого салата я предпочитаю нарезать вот так вот по диагонали. Чтоб получились такие длинные кусочки. Высыпаем крабовые палочки в салатник. Теперь подготовим сладкий болгарский перец. Для красоты и контрастности в этом салате я использую именно желтый. Но можно использовать любой сладкий перец. Основа этого салата пекинская капуста. Я ее предварительно промыла и теперь разделяю на отдельные листочки. Так как для этого салата нужна именно мягкая часть листьев. Нарезаем листья салата на довольно-таки крупные полоски. И обязательно отрезаем плотную часть. Ее я буду использовать для приготовления других блюд. Капусту высыпаем в салатник. Кстати, пекинку можно заменить на салат айсберг или ромен. Так салат будет более хрустящим и сочным. Теперь нам нужно нарезать одну луковицу полукольцами. Я предпочитаю использовать именно красный лук. Он слаще обычного и не горчит. К тому же такой красивый для салата. Нарезанный лук высыпаем в салатник. Остался еще один ингредиент, который добавит и вкус, и сытость. Это зеленый горошек. Выкладываем примерно 150 грамм салатник. Осталось приготовить заправку. Берем 3-4 столовые ложки йогурта или сметаны. Добавляем пару ложек французской горчицы. И, конечно, соль и перец по вкусу. Хорошенько все перемешиваем. Конечно, можно использовать и майонез. Кстати, ссылочку на домашний проверенный рецепт я обязательно оставлю внизу под видео. Заправляем салат соусом и хорошенько все перемешиваем. Посмотрите, какой свежий, сочный, яркий салатик у нас получился. Очень рекомендую попробовать. Сочные овощи и пикантная заправка – идеальное сочетание. Еще один очень быстрый, вкусный и нежный салат из абсолютно доступных продуктов. Для салата нам понадобится та же капуста – пекинская. Но вкусно будет даже с обычной капустой. Капусту моем, обсушиваем и разбираем на листья, чтобы удобно было нарезать. Для этого салата пекинскую капусту я не люблю нарезать слишком мелко. Нарезанную капусту выкладываем в салатник. Теперь нам понадобится огурец. Для этого салата я его обязательно очищаю от кожуры. Так вкус получается более нежный. Нарезаем огурец на небольшие кусочки. Мне больше всего нравится нарезать на вот такие вот кубики. Нарезанный огурец тоже высыпаем в салатник. Я уже заранее отварила и очистила яйца. У меня сегодня 3 штуки. Но вы можете брать больше или меньше яиц, в зависимости от того, насколько сытным хотите сделать салат. Яйца нарезаем достаточно мелко. И тоже отправляем в салатник. И еще один важный и вкусный ингредиент – это фасоль. У меня консервированная, но можно использовать и обычную отварную. Если используете консервированную, не забудьте обязательно хорошо промыть фасоль перед тем, как добавлять в салат. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Теперь приготовим заправку. Это, наверное, самый простой вариант, который я чаще всего использую для салатов. Нам понадобится сметана или греческий йогурт. Немного горчицы, соль и перец по вкусу. Все хорошенько перемешиваем и заправка готова. Заправляем салат соусом и хорошо все перемешиваем, чтобы заправка равномерно распределилась. Вот и все, наш салат готов. Вкусный, полезный и такой красивый. Салатик получается очень нежный и сытный. Обязательно попробуйте. А я желаю вам приятного аппетита и успехов в приготовлении. С нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях. До начала подготовим капусту. У меня качан среднего размера. Отрезаем ненужную часть и нам нужно ее измельчить не сильно мелко. Я делаю это обычным ножом. Сначала нарезаем на вот такие вот кольца, а затем поперек немного измельчаем. Буквально полминутки. И весь качан нашинкован. Вот примерно такие кусочки у меня вышли. Мельче делать не рекомендую. Она очень хорошо и быстро маринуется. Перекладываем пока капусту в отдельную емкость и приготовим маринад. Для начала берем буряк и натираем на самую мелкую терку. Если у вас есть соковыжималка, можно взять ее. Нам нужно сделать сок из одного буряка. Ну а если нет, сейчас покажу как все быстренько и несложно сделать. Буряк натерли и у нас получилась вот такая вот кашица. Полная сока. Теперь берем емкость. Накрываем ее марлей. И выкладываем сразу всю кашицу от одного натертого буряка. Заворачиваем аккуратно и плотно марлю и ложечкой выжимаем весь сок. Конечно удобнее всего это делать руками. Для этого я надела перчатки. Иначе бы снимала дальше краснючими руками. Сок буряка очень сильно красит руки. Сока у нас получилось довольно таки много. 70 миллилитров. Заливаем капусту свекольным соком, равномерно выливая весь сок. Ложкой аккуратно перемешиваем капусту. Нужно, чтобы капуста хорошо впитала в себя весь сок. Теперь берем кастрюлю. Выливаем 1 литр воды. Добавляем 2 столовые ложки соли. 1 стакан сахара. Полстакана подсолнечного масла. И все хорошо перемешиваем. Нужно, чтобы сахар и соль полностью растворились. Еще нам нужно добавить уксус. Здесь по желанию. Можно добавить яблочный, винный. Тот, который больше всего нравится вам. Я делаю с яблочным. Кастрюлю ставим на огонь и добавляем еще гвоздику, лавровый лист, душистый черный перец и кориандр. Доводим до кипения и кипятим буквально полминуты. Выключаем огонь. Накрываем крышкой и даем настояться еще минут 5-7. А пока подготовим чеснок. Нам нужна одна головка среднего размера. Зубчики очищаем от кожицы и нарезаем на небольшие кусочки. Настоявшийся маринад переливаем в большую емкость через сито, чтобы остались все пряности в нем. Высыпаем измельченный чеснок и выкладываем всю капусту. Перемешиваем все ложкой. Теперь берем тарелку, накрываем капусту так, чтобы она вся была в маринаде. И ставим на тарелку какой-то груз. У меня это емкость с водой. Убираем кастрюлю в теплое место на сутки. А через это время достаем кастрюлю, убираем груз, вынимаем тарелку и немного перемешиваем всю капусточку. Это будет очень вкусно. Вы только посмотрите на этот цвет маринада. Он великолепен. Выкладываем капусту в тарелку и можно пробовать. Прошло всего часов 20, а маринованная капуста по-корейски уже готова. И с магазинной даже не сравнить. Оставшуюся капусту перекладываем в баночки вместе с маринадом и храним в таком виде в холодильнике. Хрустящая, пикантная и такая вкусная капуста по-корейски долго точно у вас не залежится. Улетает она очень быстро. Так что рекомендую приготовить. Для праздничного стола я всегда использую именно салат айсберг для этого рецепта. Но можно заменить на пекинскую капусту. Салат нарезаем. Главное не нарезайте слишком мелко. Этот салат очень нежный и хрустящий. И его не нужно мелко нарезать. Теперь черешки сельдерея. Нарезаем на небольшие кусочки. Если не найдете черешки, можно заменить на корень сельдерея. И натереть его на крупную терку. Высыпаем сельдерей в салатник капусте. Обязательный ингредиент для этого салата это яблоки. Очищаем их от кожицы и семечек. И нарезаем на небольшие кусочки. Яблоки выбирайте кисло-сладкие с плотной мякотью. Высыпаем яблоки в салатник. Еще в этот салат обязательно добавляю орехи. У меня грецкие. Мелко измельчаю ножом и тоже высыпаю в салатник. И остался еще один интересный ингредиент, который добавит пикантный вкус. Это вяленая клюква. Можно заменить на изюм, если больше любите его. Теперь приготовим заправку. Она для этого салата совершенно необычная. Наливаем 4-5 столовых ложек оливкового масла. Можно использовать любое растительное. Добавляем 2-3 столовые ложки лимонного сока. Теперь чайную ложку дижонской горчицы. И немного соли по вкусу. Еще 3 столовые ложки сметаны или йогурта. Выливаем 2 чайные ложки меда. Я немного его растопила, чтобы удобнее было перемешивать. И все хорошо смешиваем. Готовым соусом заправляем салат и тут же подаем к столу. Вкусный и сочный салат Вальдорф готов. Приятного аппетита и радуйте своих близких. Начнем с того, что подготовим картофель. Для этого салата картофель советую запечь в духовке. Для этого помытый картофель я оборачиваю в фольгу и запекаю в духовке 20-30 минут при температуре 200 градусов до мягкости картофеля. Вместе с картофелем мы запечем и куриную грудку. Тоже оборачиваем мясо в фольгу и отправляем в духовку на 30-40 минут. Конечно и картофель и грудку можно отварить, но так в духовке получается гораздо вкуснее. Попробуйте. Теперь лук. Для этого салата нам нужно лук немного замариновать. 1-2 средние луковицы нарезаем достаточно мелко. Можно нарезать еще четверть кольцами. Тоже будет вкусно. Нарезанный лук перекладываем в глубокую тарелку. Добавляем соль и сахар. Наливаем яблочный или виноградный уксус и хорошо все перемешиваем. Теперь заливаем лук кипятком. Размешиваем и оставляем на 5-6 минут до полного остывания. А пока подготовим остальные ингредиенты. Запеченный очищенный картофель натираем на крупной терке. Для этого салата нам понадобится 3 средних картофелины. Теперь натираем на крупную терку 3 яйца, отваренных вкрутую. Я советую все ингредиенты именно натирать на терке, а не нарезать. Так салат получается намного вкуснее. Теперь твердый сыр. Тоже натираем его, но уже на мелкой терке. Берите любой твердый сыр, который вам больше всего нравится по вкусу. Пока мы натирали все ингредиенты, курица уже тоже приготовилась. Нарезаем запеченную куриную грудку на мелкие кусочки. Осталось нарезать пекинскую капусту. Нам нужно немного, всего грамм 100. Все, теперь будем собирать наш салат. Для этого я воспользуюсь разъемным кольцом диаметром 20 см. Но если у вас нет кольца, можно собрать салат просто на тарелке. Нижним слоем укладываем картофель, натертый на терке. Равномерно распределяем по периметру. Смазываем слой картофеля майонезом или соусом на основе сметаны или горчицы. Так будет гораздо полезнее. Сверху выкладываем маринованный лук. Я отжала его от воды и выкладываю его равномерным слоем. Сверху на лук выкладываем нарезанное куриное филе. Распределяйте каждый слой равномерно. Сверху на слой с курицей снова выкладываем майонез или соус. И обильно смазываем, чтобы этот слой не был сухим. Теперь выкладываем яйца, натертые на терке. Тоже равномерно распределяем. Этот слой тоже нужно хорошо смазать. Верхний слой это тертый сыр на мелкой терке. Выкладываем, равномерно распределяем и тоже смазываем соусом или майонезом. Сверху на салат выкладываем пекинскую капусту. Вот и все, салат готов. Советую дать ему пропитаться в холодильнике хотя бы час-полтора перед подачей. Так он будет еще более сочным. Готовый салат вынимаем из формы и можно подавать. Салат нежность получается очень вкусным и сытным. Все ингредиенты отлично сочетаются друг с другом. Приготовление занимает немного времени, а результат выше всех похвал. Очень советую попробовать приготовить. Все ингредиенты вы найдете внизу в описании под этим видео. В следующем приготовим просто изумительный салат. Он и полезный, и вкусный, а самое главное идеально подходит для ужина. В этом салате я использую куриное филе, которое заранее запекаю в духовке. Такое запеченное филе я готовлю заранее, как заготовку и храню в холодильнике 1-2 дня. Если знаю, что вечером не будет времени на его приготовление. Итак, запеченное куриное филе нарезаем на довольно крупные кусочки. Можно просто разобрать на волокна. Для этого салата сильно мелко измельчать не нужно. Нарезанное филе высыпаем в глубокий салатник. Теперь берем пекинскую капусту. Люблю готовить салаты с этим овощем. Шинкуем довольно мелко. Всего нам понадобится грамм 200-300. Высыпаем капусту в салатник. Еще один из основных и полезных ингредиентов в этом салате это фасоль. У меня белая. Можно использовать консервированную, а можно отварить фасоль самим. Для этого салата всегда выбираю белую. У нее более нежный вкус. Высыпаем фасоль в салатник. Также в этот салат я всегда добавляю кукурузу. Летом запекаю и использую запеченную. Ну а сейчас, конечно, консервированную. Заправляю салат своим любимым соусом. На основе сметаны и горчицы. Конечно, можно заправить и майонезом. Но тогда лучше уже домашнего приготовления. Рецепт вас ждет в описании под видео. Хорошо перемешиваем салат, чтобы все ингредиенты смешались. Вот и все. Салат готов. Простой, но вместе с тем вкусный и сытный. Такой салат можно подать и на праздничный стол. Вкус у него интересный. И даже если не любите фасоль, в этом салате она вам точно понравится. Далее готовим вкусный, легкий и достаточно сытный салат. Готовится все буквально за 5 минут, как я и люблю. А получается очень вкусно и полезно. Давайте скорее готовить. Начнем с того, что нарезаем пекинскую капусту. Кстати, вы знаете, что пекинка очень богата витамином С и повышает иммунитет. Поэтому старайтесь готовить салаты со свежей пекинской капустой почаще. Именно в межсезонье. Капусту нашинковали тонкой стружкой. Вот так должно получиться. Теперь нужно мелко нарезать 2 яйца, отваренных вкрутую. Если хотите сделать салат еще сытнее, добавьте больше яиц. Нарезаем 2 свежих огурца. Нарезать можно, как вам больше нравится. В этом салате я не люблю слишком крупные кусочки. Поэтому нарезаю довольно-таки мелко. Теперь берем глубокий салатник и выкладываем в него все ингредиенты. Тонко нашинкованную пекинскую капусту. Консервированную кукурузу. Нарезанные яйца. Огурец. И главный ингредиент. Консервированный тунец. Который является отличным источником белка и важных для нашего организма аминокислот. То есть он вполне может заменить мясо. Заправим салат небольшим количеством растительного масла. У меня оливковое. Добавляю соль по вкусу. Можно добавить перец или специи для салата. По вашему вкусу. Все хорошо перемешиваем. В этом салате тунец можно заменить на куриное мясо или другую рыбу, консервированную в собственном соку. Салат с тунцом вполне самостоятельное блюдо. Не требующее гарнира. Отличный салат для тех, кто на диете и следит за здоровым, правильным образом жизни. Вкусный салат, который можно легко насытиться, но при этом не в ущерб своей фигуре и здоровью. Обязательно попробуйте приготовить. А вы любите салаты с тунцом? Пишите в комментариях, ждете ли вы еще рецепты салатов. Желаю вам успехов в приготовлении, приятного аппетита, отличного настроения. Отмечайте меня в инстаграме, когда готовите по моим рецептам. И подписывайтесь, если вы еще не со мной. Впереди вас ждут, как всегда, вкусные и простые рецепты. Всем пока-пока и до новых встреч!